Как стать профессиональным киберспортсменом? Три года из жизни игрока в Доту 2. Путь Бакыта Емельжанова от школьника, живущего в игровых клубах, до высокооплачиваемого профессионала. Осень 2015 года. Родственники узнали, что 16-летний Бакыт бросил учебу, когда все собрались на ежегодный сбор картошки у бабушки с дедушкой. С отцом они сразу договорились. Тот не будет скрывать от родственников и врать, что Бакыт учится. Посыпались вопросы. Пока копали картошку, дядя с наслаждением допрашивал. Почему с учебы ушел? Сколько зарабатывать можно? А в 25 чем будешь заниматься? Бакыт злился, что с ним обращаются как с малышом и с обидой думал. Как вы можете мне говорить про будущее компьютерных игр, если даже интернетом не умеете пользоваться? Но вслух дерзить не решался. Он рассказал про турниры The International, где победители получили 6 миллионов долларов. В ответ дядя спросил. А ты как, что-нибудь выиграл? Да нет, ничего особо не выиграл. От дедушки он вернулся на день раньше. В тот вечер был турнир. Уходя с учебы, Бакыт решил, что если он хочет стать лучшим, то игра всегда должна стоять на первом месте. Перед прогулками с друзьями, поездками к родственникам и всем, что может мешать тренировкам. Оставив вещи дома, он пошел в игровой клуб. За компьютером проблемы вылетели из головы. Игра заставляет концентрироваться так, что все остальное исчезает. За возможность сбежать из реальности он и полюбил Доту. На семейных собраниях Бакыт не появлялся еще полгода, пока не смог отвечать на вопросы родственников, что выигрывает и зарабатывает. Никто не подозревал в подрастающей мальчике будущего киберспортсмена. Точно не родители. Они там надеялись, что он станет олимпиадником по математике, как его старший брат. До седьмого класса Бакыт был образцовым бешкетским школьником. Учился в физико-математической гимназии, занимался спортом, читал книги и не давал в родителям поводов для беспокойства. В 14 лет Бакыт попросил отца о серьезном разговоре. «Отец, не знаю, как дальше жить». «Что случилось, сынок?» «Помните, четыре года на шахматы ходил?» «Ничего не достиг. Три года на дзюдо и год на борьбу. Тоже ничего не выиграл. На гитару ходил, бросил. Все бросая, ничего в жизни не достиг». Примерно тогда в его жизни произошел ряд важных перемен. Бакыт перевелся в 61-й школу в турецкий лицей, где жил в общежитии, бывая дома только на выходных. В лицее первые полгода математики не было вообще, а вторые полгода учили таблицу умножения на английском. Через год Бакыт вернулся в 61-ю и обнаружил, что учеба дается намного сложнее, а родители собираются разводиться. Чтобы избежать от проблем, Бакыт играл в компьютерные игры. Учиться мотивировала только девушка, отличница и участница Олимпиад. Потом она сказала ему, «Ты в игрушки играешь, как маленький мальчик». И бросила. «И все, я ушел в киберспорт», поминает Бакыт. Дота – это онлайн-стратегия, в которую играет больше 10 миллионов человек со всего мира. Правила просты. Две команды из пяти человек стремятся уничтожить базу противника. Как правило, игра длится от 20 до 60 минут. У игрока есть свой рейтинг. За выигранный матч он растет примерно на 25 очков, за проигранный падает. Рейтинг самых сильных игроков мира – 9 тысяч очков и больше. Раз в год проходит главный чемпионат по доте – The International. В 2017 году его призовой фонд составил 24 миллиона долларов, 10 из которых получили победители. Начало 2015 года. Он проснулся от того, что отец тряс его за плечо. Тот стоял над ним в компьютерном клубе, где Бакыт провел три недели. Помещение было заполнено сигаретным дымом, светом монитора и сотней подростков, которые прогуливали школу. Он ездил играть именно в этот клуб, поскольку за организацию турниров ему подарили карточку в бесплатном времени. Бакыт проводил здесь дни и ночи, говоря матери, что остался у отца, а отцу, что у матери. После развода родители были так погружены в собственные проблемы, что не замечали, как долго он отсутствовал. В клубе у Бакыта была компания из 10 человек и уголок у окна, где сидели только свои. Тем, кто много играл, разрешали спать у компьютеров. Чтобы заснуть на стуле, нужно было устать настолько, чтобы отрубиться. Бывало, он засыпал прямо во время матча. Рядом с компьютерами на столах часто оставляли пакеты от Самс и бутылки, куда на свайщике сплевывали слюну. Бакыт аккуратно отодвигал их подальше от себя, чтобы случайно не опрокинуть движением мышки. Если везло, соседний компьютер был свободен и можно было, соединив два стула, свернуться калачиком. Спал он раз в пару суток и бывало просыпался, задыхаясь от нехватки воздуха в прокуренной комнате. Здесь его звали по никнейму в игре «Зайцем». Бакыту, пухлощокому, щербатому и улыбчивому, Ник подходил и нравился. Вокруг орали, смеялись, разговаривали. Было шумно, грязно, темно и весело. Домой возвращаться не хотелось. В клубе было 200 компьютеров и только один туалет. Его дверь часто ломали, многие игры нельзя поставить на паузу и клиенты клуба терпели до конца матча. Потом они обнаруживали, что в туалет очередь из пяти человек. Тут терпение порой кончалось. Душа не было, но помещение было прокурено настолько, что обоняние отключалось. Единственное, что мешало жить в клубе постоянно, отсутствие денег на еду. До самых голодных дней Бакыт придумал такой выход. Вместе с ребятами скидывались по 5-10 сомов и покупали в соседней столовой гарнир из гречки и хлеб, который смазывали толстым слоем бесплатные лозы. Выходило сытно и дешево. Три недели Бакыт продержался благодаря сэндвичам, которыми подкармливал друг. Чем больше проходило дней, тем меньше хотелось ехать домой. Через пару дней, проведенных в страхе, что родители узнают о прогулах и будут ругать его, он смирился и решил играть до конца. Потом приехал отец. Домой ехали молча. Бакыт уснул на заднем сидении машина, предоставив отцу разговаривать с самим собой. Дома он пошел прямиком в кровать и проспал 20 часов. Когда он проснулся, отец спросил, «Сынок, ты считаешь это нормально?» Вот представь, что ты боксер. Ты видел, что боксер 24 часа подряд грушу бил. Это же бессмысленно. Ты сыграл 5 часов и после играешь уже плохо. Дальше это неэффективно. Если ты хочешь стать профессиональным киберспортсменом, ты должен неэффективно отдыхать. В тот день они договорились о двух вещах. Во-первых, Бакыт станет вести себя как профессионал. Станет работать и отдыхать эффективно, полноценно питаться и брать трубку, когда звонят родители. Во-вторых, он пойдет к психологу, который поможет ему перестать играть неделями. Психологом оказалась женщина, которая лечит зависимости. В ее кабинете пахло формалином, как больница. Бакыт рассказал, что проводит много времени за компьютером и хочет научиться контролировать, сколько играет, чтобы стать профессионалом. Психолог ответила, «Игрушки до хорошего не доведут, и идея заниматься играми профессионально – бред». Она отрицала саму реальность киберспорта. Поняв, что ему не помогут, Бакыт ушел через 10 минут после начала сеанса. Выйдя из кабинета психолога, он подумал, «Почему никто не называет спортсменов больными, хотя они занимаются каждый день?» «Взять шахматистов. Они одержимы игрой и не могут не играть, однако это не считается игроманией. Сколько ни смотри фильмов про людей, которые стали лучшими, то все они, рассказывая о своем деле, выглядят безумцами». Тогда он решил, что одержимость – это не так уж плохо. Ты должен быть одержим, чтобы стремиться стать лучшим. Когда Бакыт еще раз нарушил договоренность и отключив телефон исчез на неделю, отец создал тему на форуме, где сидели все местные дотеры. Тема называлась «Пропал ребенок?» и под объявлением о пропаже висела фотография Бакыта. Он тут же перезвонил. «Отец, вы чего?» Бакыт знал, что отец знает, где он. Тот ответил. «Я понимаю, что тебе не важно мое мнение, но я буду так делать, чтобы тебе было стыдно перед всеми знакомыми». Это сработало. Бакыт больше не пропадал. Лето 2015 года. Профессиональные игроки в доту нажимают на клавиши с такой скоростью, что шум их игры напоминает стук скоростного поезда. Раньше Бакыт так не умел, но часами слушал этот звук. Чтобы попасть в лучшую команду Кыргызстана, он ходил в те же клубы, что и они, стоял сзади и смотрел, как играют. Поначалу он запомнился ребятам только из-за отца, который в 2 часа ночи мог привезти сыну на турнир большой пакет еды для команды. Борсоки, плов, мясо, конфеты. У стукан стоя. Бакыт спросился в команду к известным дотерам, но те не хотели брать славого игрока. Таких в доте называют бомжами. И смеясь, предлагали ему стать водоносом, быть на побегушках. Он попробовал, но через пару дней отказался. На одном из местных турниров Бакыт стоял за игроками, когда вдруг увидел, как команда, которая проигрывала, он был готов поспорить, что проиграет, смогла держать верх только благодаря указаниям капитана. Тогда его впервые осенило, что доте это не соло на клавиатуре, а настоящая стратегия и можно стать незаменимым игроком, если придумывать планы действий. Бакыт смог стать капитаном, потому что больше всех сидел за компьютером. Чтобы учиться на ошибках, нужно смотреть записи своих игр. Многим это лень, а он мог часами пересматривать матч с позиций разных игроков, чтобы каждому объяснить, где тут неправильно сыграл и что нужно делать в будущем. Через год, в ноябре 2016 года, Бакыт был капитаном кыргызстанской команды, которая заняла второе место на турнире ВЭСК в Корее, выиграв 17 тысяч долларов. Парни сами не ожидали такого успеха. Готовиться к турниру они начали только за две недели и провели в пять раз меньше тренировок, чем планировали. Чаще всего происходил один и тот же форс-мажор. Один из игроков неожиданно проспал тренировку. На турнире им повезло. Бакыт предложил стратегию, которую соперники раскусили только к финалу. Перед поездкой Бакыт полшутя пообещал, если они попадут в первую шестерку, он покрасится. Команду показали на телевидении, и Бакыт с обеспеченными волосами ненадолго стал районной знаменитостью. Его даже узнала бабушка из поликлиники. Ты этот... Кибер что-то там? После победы команду пригласили играть в Корею, предложив зарплату, квартиру, компьютеры и питание. Одновременно Бакыта пригласили в две российские команды. Хотя эти команды были уровнем выше, чем кыргызстанская, он отказался. Он верил, что у кыргызстанского состава есть огромное преимущество, их дружба. Эти ребята были не просто его друзьями, а единомышленниками. Они вместе бросали учебу, жили в клубах, делились последними деньгами и поддерживали друг друга, когда вокруг настаивали, что мечты о киберспорте детские выдумки. Победа в Корее привела кыргызстанскую команду на китайский турнир с призовым фондом в полтора миллиона долларов. Однако провал был предсказуемым. Тренировки снова и снова срывались. Ребята продолжали спать. Бакыт, не пропуская ни одной тренировки, верил, что в Корее все будет иначе. Они будут жить вместе, и у них будут все условия для игры. Невозможно ведь спать, когда остальные тренируются рядом? Переехав в Корею, Бакыт осознал, как сложно бывает разбудить человека. Первый месяц парней поднимал сотрудник корейской организации, но все кончилось тем, что кореец стоял над игроком и орал «Wake up! Wake up!» А тот не реагировал. Спящие верили, что друзья простят, а остальные слишком дорожили дружбой, чтобы ссориться из-за этого. За пять месяцев Кореи их команда проиграла все возможные турниры. Последним шансом доказать, чего они стоят, был июльский турнир в Перу. Лима, столица Перу, находится настолько далеко от Бишкека, насколько это возможно. На противоположном полушарии, в одиннадцати часовых поясах от дома. Ребенком Бакыт мечтал путешествовать, и когда одноклассники рассказывали, как на каникулах летали в Дубае и Барселону, он слушал с завистью и тоже хотел где-нибудь побывать. Мама шутила, что по дороге на Иссыкуль они заезжали на заправку на стороне Казахстана. Считай, он тоже бывал за границей. Однако в Перу Бакыт летел в мрачном настроении. За день до вылета один из игроков, Ильгиз, сказал, что хочет уйти, и будущая команда казалась под вопросом. Бакыт надеялся, что они выиграют турнир, и тот передумает. MVP Revolution, команда, названная в честь любви каргастанцев к революциям, вылетела из турнира на второй день. После матча игроки вышли на улицу. Садилось солнце. Было душно и жарко. В перерыве между играми зрители тоже выходили из здания и смотрели на игроков через металлическую решетку. В первый день каргастанцы никому не отказывали в фотографиях и давали автографы до не менее рук, так что фанаты орали название их команды, даже когда она проиграла. На улице шумели, но Бакыт ничего не слышал. От эмоций звенело в ушах. Команда расстроенно молчала. Тренер попытался приободрить. Да ладно, парни, все нормально. Ребята переглянулись. Что нормального-то? Это был провал. Проиграли из-за глупой ошибки. Договорились об одном, а сделали по-другому. Соперники считались аутсайдерами турнира, а настоящими аутсайдерами оказались они. Ильгиз уточнил, что по приезде сам сообщит менеджеру о своем решении. Когда начался следующий матч и все стали расходиться, Бакыт задумался об игре и о том, как они проиграли. Крутились мысли. Что было бы, если бы я этого не сказал, если бы он этого не сделал, если бы, если бы, если бы. Внутри что-то взорвалось. Он поднял голову и заорал. Подошли ребята другой команды из СНГ. «Заяц, ты нормально?» «Да-да, нормально». Он открыл бутылку и начал поливать себя минералкой. Хотелось остыть. Бакыт присел на корточке и задумался. «В чем проблема? Почему я ничего не могу сделать? Почему мы проигрываем? Почему мы рассчитывали, что нам предоставят условия и мы всех разнесем?» А это оказалось детскими фантазиями. Он так погрузился в мысли, что не заметил, как село солнце. И, очнувшись, удивился резко наступившей темноте. В Корее через месяц команда собралась в красивом саду, куда вечерами парни приходили лежать на скамейках, смотреть на небо и разговаривать. Ильгиз улетел. Замену было не найти и дни проходили впустую. Бакыт поставил за ультиматум. Если парни продолжат вести себя непрофессионально, проспят еще хоть одну тренировку, он уйдет из команды, несмотря на дружбу. Он вспомнил, как перед Кореей отказал хорошим командам, а ребята не оправдали его надежд. «Парни, вы же понимаете, что наша дружба нам никак не помогает? Сколько я слышу? Я боюсь его задеть, он же мой друг. Так вы же говорили, что мы каждому можем сказать, что не так. А по итогу, что?» Наоборот. В конце августа они вернулись в Кыргызстан. Остальные уехали расслабляться на Иссыкуль, и Бакыт тоже решил успокоиться и отдохнуть. Он заперся дома в Бишкеке и три недели подряд играл, отгучаясь только в магазин. За 20 дней он поднял свой рейтинг с 7300 до 8900 очков и вошел в лучшую двадцатку региона. В середине сентября Бакыта пригласили играть за российскую команду в Вега-Сквадрон. Он оставил кыргызстанскую команду и улетел в Москву. Весна 2018 года. Предрассветный азан подсказывает Бакыту, что пора ложиться спать, когда он играет ночью напролет. Его режим, когда от компьютера игрок отрывается только на кухне и в туалет, дотеры называют ноу-лайф, нет жизни. Ноу-лайфом игроки гордятся как свидетельством серьезного отношения к игре. Хотя Бакыт проводит за компьютером по 10 часов в день, работой свое занятие не считает. Работа – это когда не хочешь, но надо. Бакыт живет неподалеку от центральной мечети. Окна его комнаты выходят во двор, где с рассветом начинают мелькать соседи, спешащие на работу и на учебу. На подоконнике стоят денежное дерево, алое и маленькая пальма в разной степени увядания. На столе цветет кактус. По мнению Бакыта, идеальное растение для него. Проснувшись, он первым делом включает компьютер и нередко садится играть, завернувшись на кресле в одеяло. Над компьютером висит книжная полка. Манас читал, Коран не читал, Дэн Браун бросил на 162-й странице, шахматные пособия, сказки и сборник судок, взятый у брата. Обычно в комнате царит бардак и регулярно Бакыт чистит только клавиатуру. Раз в три месяца, когда начинает чихать от пыли. У кровати стоит нераспакованный чемодан. За последние полгода он провел дома только месяц. На Новый год специально вернулся домой, чтобы встретить праздник с семьей. Когда Бакыт начал зарабатывать, родные спокойнее приняли его выбор. На вопрос, рад ли он победам внука, дедушка ответил, «Я, конечно, рад, хотя в глубине души надеялся, что он проиграет и вернется на учебу». Дядя, когда-то задававший неприятные вопросы, стал болельщиком. Он смотрит важные матчи Бакыта и после звонит поздравить. Или спросить, полагаясь на комментарии бестактных русскоязычных комментаторов, почему так плохо сыграл. Некоторые родственники опасаются, что пример Бакыта подает ложные надежды другим мальчикам. Тетя попросила вразумить 15-летнего сына, который тоже играет доту. Бакыт с ним поговорил. «У него всего 3-4 тысячи очков, а это очень мало. Я ему говорю, ты не тупи. Я хоть и пошел ва-банк, просив учебу, но хотя бы осознавал, что у меня есть шанс. А ты либо не хочешь учиться, либо просто глуп, чтобы рассчитывать на что-то». Братишка ответил, что я не думал играть профессионально. Мама переволновалась. В соцсетях Бакыту часто пишут фанаты, и он старается ответить каждому. Как правило, задают один и тот же вопрос. Как стать профессиональным киберспортсменом? Ответ. Нужно повысить игровой рейтинг, чтобы тебя заметила известная команда. Фанатов Бакыта легко различить среди остальных болельщиков Вега-Сквадрон. У них каргызские, казахские имена, и когда команда проигрывает, они хвалят его усилия, они предлагают выгнать. Когда Бакыта только взяли в российскую команду, в социальных сетях сомнением отнеслись к появлению неизвестного игрока за дворок СНГ, и время от времени от Зайца призывали избавиться. Сегодня в Веге уже два киргиза. В январе присоединился друг и бывшийся командник Бакыта Евгений Ри. Шансы Бакыта попасть на The International, турнир, который делает игроков знаменитостями и миллионерами, сейчас выше, чем когда-либо. Он в игроке второй лиги, ездит на крупные турниры, и у него есть тренер, голландка по прозвищу Кипс, чьи команды последние два года проходили на The International. Еще два года назад у Бакыта было только сто сомов, которые папа давал на дорогу. Первые полгода после ухода с учебы он до сих пор вспоминает как темные времена, вроде тех, когда в средневековье бустывали голод, чума, инквизиция. Выигрывать не получалось. Настроение было таким мрачным, что он избегал даже друзей. Возвращаясь домой, он натягивал шапку на самые брови и заматывал лицо шарфом, чтобы по дороге случайный одноклассник не узнал помятого жизни в клубе Бакыта. Отец был уверен, что сын поиграет год и продолжит учиться. Мама несколько месяцев даже не знала, что он ушел с учебы, и Бакыт боялся разговаривать с ней по телефону. С мамой недавно состоялся примерно такой разговор. Вы у меня два бездельника. Мам, я зарабатываю. Вы игры играешь? А сколько нужно зарабатывать? Объясните. Тогда мама почитала. Нужно 80 тысяч сомов в месяц, чтобы хорошо зарабатывать. Или, как прикинул Бакыт, чтобы от него отстали. Примерно столько он и получает. Игроком второй лиги платит от одной до трех тысяч долларов в месяц. До недавнего времени все деньги он отдавал родителям, пока те сами не предложили начать копить. Теперь Бакыт копит. На квартиру и машину. Хотя водить не умеет и не уверен, что хочет жить в пешкейке. Живя дома, он может всю неделю не выходить из квартиры и на выходных заставляет себя идти на прогулку. Он одевает наушники и кружит по дубовому парку, слушая скриптонита и Кенри Каламара. Гуляя, Бакыт часто представляет, как выигрывает The International. Он верит, что мысли материальны и в голове проживает все в мельчайших деталях. Представляет всякие арену в Сиэтле, шум 30 тысяч фанатов и как сидит в кабинке с невозмутимым лицом. Видит, как в момент победы невозмутимость слетает с лица, сменяясь удивлением и тут же восторгом, как начинает кричать и прыгать с командой. Он воображает, как поднимает трофей, смотрит на фанатов, огни вокруг. Чтобы представить всю сцену в деталях, уходит минут 15. Когда он приходит в себя, сердце колотится, как бешеное, и он едва ли не кричит прямо на улице. Бакыт часто думает, что неплохо бы завести девушку, чтобы было с кем пойти в кино. Иногда хочется посмотреть мелодраму, а парни все портят, смеясь в неподходящих моментах. На самом деле, он даже знает, как однажды сделает предложение. Пританцовывая, будет спускаться по лестнице, и петь баллату из 60-х. Одна проблема. Единственными женскими особями, с которыми Бакыт общался последние полтора года, были мама и подруга. Кипс не в счет. Впрочем, недавно он преодолел стеснительность и анонимно, чтобы друзья не засмеяли, запостил в группе знакомства явление. В тот вечер у него впервые не получилось сосредоточиться на игре. Начав разговаривать с откликнувшейся девушкой по телефону, он по привычке включил игру. Посреди матча Бакыт понял, что бездумно проигрывает. Даже после окончания разговора он не смог продолжить тренировку. Думал о том, как понравился ее смех, и что еще никогда себя так не чувствовал. Тогда Бакыту пришла мысль, не станет ли он одним из тех игроков, чьи карьеры разрушились из-за девушки. И он подумал. Нет, это точно не такая история. Автор текста и голос Севин Шнуркиязова Редактор Дмитрий Мотинов Зуко-режиссер Идиль Байсбеков Создан он для Клуба Кейджи в мае 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин